Коллеги, я искренне скажу, что очень приятно принимать участие в такой конференции, которая обсуждает вопросы не только практического применения антимонопольного законодательства. Таких конференций очень много, нам приходится очень часто обсуждать практические проблемы применения антимонопольного законодательства. Но очень приятно, что она научно-практическая, потому что вопрос о научной составляющей является, на мой взгляд, одним из важных элементов системы развития антимонопольной политики в нашей стране. Я объясню этот тезис следующим образом. Мы, когда ведем работу только по совершенствованию антимонопольного законодательства, всегда сталкиваемся на определенном этапе с проблемой о том, как это законодательство в дальнейшем применяется. Если у нас это законодательство ложится на неподготовленную почву специалистов, которые не понимают, о чем идет речь в этой сфере, то право применения тоже не складывается. К сожалению, на сегодняшний день качество принимаемых нормативных актов может быть с точки зрения оценки международных экспертов идеальным, но право применения может очень существенно страдать. В чем же причина таких ситуаций? Конечно, в том, что отсутствует адекватный, качественный уровень подготовки специалистов. Это проблема номер один, которая на сегодняшний день стоит. Я могу оценить ее с двух позиций, тоже поделюсь с вами по этому поводу. В первую очередь, поскольку я возглавляю правовое управление уже несколько лет, я вижу, что специалисты, которые приходят в правовое управление, они получили высшее юридическое образование. Но в любом случае, это практика, которая проверена временем. Нужно 6 месяцев, чтобы специалист заработал в этой сфере, для того, чтобы его, если не переподготовить, то научить вопросам, которые связаны с антимонопольным регулированием. Это первая проблема, которая существует в сфере, связанной с антимонопольным регулированием именно здесь. Что касается вопросов о оценке специалистов в бизнесе и в бизнес-сфере, те рассуждения и те диалоги, которые у нас есть возможность проводить с юристами, обслуживающие компании, юристы, которые занимаются консалтингом, то в большинстве своем полностью прийти подготовленным туда и начать сразу профессиональную деятельность тоже невозможно, потому что такой подготовки нет. И многие специалисты, они либо ранее работали в антимонопольных органах, либо проходили бизнес-подготовку за рубежом, либо самостоятельно готовили себя к этой сфере, изучая и устанавливая особенности этого регулирования. И в этом отношении получается, что полной, полноценной подготовки специалистов, которые бы обеспечивали потребности современной рыночной экономики, к сожалению, в целом не происходит. В этом отношении, конечно, очень хорошо, что в России стали появляться кафедры, которые так или иначе эту тему развивают. Инна Владимировна сказала о прогрессивном направлении, это действительно так, о том, что конкурентное право читалось в университете достаточно давно. Кафедра предпринимательского права в этом отношении, безусловно, создавала необходимую предпосылку. Но в целом по стране такой подготовки нет. Но, тем не менее, антимонопольные вопросы рассматриваются и в Магаданской области, и в Приморском крае, и в Москве, естественно. И то, что там специалистов не хватает, это объективная реальность нашего сегодняшнего дня. Поэтому, когда мы говорим о том, что пора поговорить о наличии образовательного стандарта, я не говорю сейчас о научном направлении, новой направлении научной специальности, а о базовой подготовке специалистов с юридическим и, возможно, с экономическим образованием, которые четко и обязательно получили азы антимонопольного регулирования, конкурентного права, то в этом отношении мы просто будем понимать, что юрист с высшим образованием это знает. Минимум тот, который необходим для принятия минимально профессиональных решений в этой сфере. Он может работать в разных направлениях, но он знает, что такое конкурентное антимонопольное регулирование. Так же, как он знает, что такое гражданско-правовой договор, так же, как он знает азы уголовного права. И мне кажется, в современных условиях, когда антимонопольное регулирование становится, по сути, главным регулятором взаимоотношений, конечно, базовые положения гражданского законодательства, регламентирующие сделки других отраслей, они, безусловно, важны. Но понимать и систему регулирования, так скажем, макро-регулирования экономического, которое происходит, которое, в общем-то, подвержено серьезным санкциям, юристу на сегодняшний день не знать этих вопросов, конечно, нельзя. И в этом отношении здесь речь идет о том, чтобы это появилось в рамках стандарта, не противопоставляя ни в коем случае существующие предметы регулирования. Вот здесь, в ситуации, когда мы говорим о возможном противопоставлении предпринимательского права, конкурентного права, ни в коем случае. Предпринимательское право и конкурентное право, это может преподавать во многих вузах одна кафедра, здесь нет никаких сложностей или проблем. То, что в университете нашем это разделено, это не значит, что нужно таким же образом поступать и в других направлениях. Безусловно, многие кафедры предпринимательского права могут это обеспечить. Но тогда этому будет обязательно уделяться внимание во всех вузах. И каждый так или иначе будет минимально давать знания в этой сфере. Мы сейчас, вот, к сожалению, Оксана Юрьевна Гвоздинина, она, возможно, к нам присоединится немножко позже, потому что Пленум высшего арбитражного суда, мы обсуждали вопросы подготовки судей в этой сфере. Ведь я посмотрел, около 10 тысяч споров проходят по антимонопольным вопросам в судах. А это вся страна, по сути. Все судьи так или иначе должны принимать решения, которые связаны с вопросами антимонопольного регулирования. И здесь, когда речь идет о принятии правильных профессиональных решений, без знаний антимонопольного регулирования, без знаний конкурентного права, тоже очень тяжело. И вот все правоприменение, конечно, тоже начинается с этого начала. А судьи — это профессиональные юристы. И, естественно, в том случае, если они это знают, мы сейчас, конечно, в большинстве случаев ведем речь о арбитражных судах, но и суды общей юрисдикции, сейчас идет реформа судов, тоже в эту ситуацию вовлечены. Они должны понимать о предмете профессионально, то есть на уровне базовых научных дисциплин давать оценку тем или иным правоотношениям. Поэтому я считаю, что сейчас есть основания для того, чтобы мы вели речь о включении в состав базовых дисциплин подготовки высшего профессионального образования такой специальности, как конкурентное право, которое существует на сегодняшний день и подтверждено, так скажем, системой существующего правового регулирования. Я не хочу сейчас поднимать дискуссию по поводу отраслевой самостоятельности и так далее. Наверное, конечно, это не отрасль права, и здесь говорить об этом нет. Но то, что это система самостоятельного правового регулирования, которая, по сути, обслуживает современную российскую экономику, это бесспорно. И готовить специалистам в этом отношении нужно. Это первый тезис, который я хотел бы здесь обозначить. И, соответственно, тоже ваше мнение, конечно, будет по этому поводу очень интересно. Второй вопрос. На научно-практической конференции нужно поговорить и по практике. То есть, практически проблемы, которые существуют в конкурентном праве на сегодняшний день, они тоже должны найти отражение в рамках нашей конференции. Здесь я хотел бы обозначить три проблемы, которые нас беспокоят. Ну, нас беспокоят, конечно, больше проблем, но больше всего на сегодняшний день. Первый вопрос – это вопрос о соотношении антимонопольного регулирования и исключительных прав. Это тема, которая сейчас очень серьезно и подробно обсуждается на разных площадках. И мы до сих пор не можем прийти к какому-то единому знаменателю. Почему? Потому что есть разные мнения по поводу такого соотношения. Сейчас в рамках четвертого антимонопольного пакета мы предложили исключить две нормы из закона о защите конкуренции, которые у нас помещены в десятую статью. И говорят о том, что эта статья, устанавливающая запрет злоупотребления доминирующим положением, не распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. И статья 11, которая устанавливает, посвященная запрету антиконкурентным соглашениям, устанавливает то, что положения этой статьи не распространяются на соглашения по реализации исключительных прав, результатов интеллектуальной деятельности. И вот в связи с этим возникла такая дискуссия по поводу того, что исключение этих норм приведет к тому, что антимонопольное законодательство начнет применяться применительно к объектам исключительных прав. Мы разрушим систему правовой защиты правообладателей. И вообще, соответственно, эта защита будет низведена. Но когда речь идет о системе регулирования, на самом деле здесь очень важно юридически корректно дать оценку тому, что произойдет. Я просто хочу объяснить последствия такого решения. У нас, когда речь идет о конкуренции, то это товарные рынки. И товар — это объект гражданских прав, безусловно, который предназначен для введения в оборот. Вот результаты интеллектуальной деятельности этим свойством не обладают. Они не предназначены для введения в оборот. У них другая задача, которая стоит перед ними и которая закреплена в Гражданском кодексе. И поэтому объекты исключительных прав, результаты интеллектуальной деятельности не являются товаром по определению. И если из этого исходить, а это основа разделения системы регулирования, то мы четко понимаем, что вопросы, которые связаны с реализацией исключительных прав, антимонопольным законодательством не регулируются. Потому что это не сфера обращения товара. Только сферу обращения товара регулирует антимонопольный закон. И вопросы исключительных прав находятся в полной компетенции Гражданского кодекса. Кстати, закон о защите конкуренции об этом и говорит. Он говорит, что он основан на Гражданском кодексе. Гражданский кодекс для закона о защите конкуренции имеет некоторое верховенство. И в этом отношении, когда речь идет о реализации исключительного права, о передаче исключительного права и о заключении соглашений, эти вопросы не регулируются законом о защите конкуренции. Поэтому с этих позиций исключение этих норм ничего не меняет с точки зрения существующего положения. Абсолютно ничего. Ни на йоту не снижает уровень правовой защиты правообладателей. Но почему же тогда происходит такое бурное обсуждение? А это происходит потому, что отдельные правообладатели рассчитывают через эти исключения получить дополнительные преимущества при обращении своих товаров. То есть, если есть эта норма, то иногда можно сказать, а вы знаете, вопрос обращения товара у нас решен в лицензионном договоре, и цена перепродажи установлена именно там. И поэтому вы на нас антимонопольные требования не распространяете. А завтра, например, мы увидим лицензионный договор, который будет заключать компания «Газпром» при продаже газа. И, соответственно, скажет, не со всеми я буду заключать, а буду выбирать с тем, кем мне заключить. Так вот, чтобы этого не происходило, а в судах, кстати, такие случаи уже появляются. У нас нет товаров в обращении, которые были бы произведены без использования исключительных прав, без использования результатов интеллектуальной деятельности. Вот на конференции, которую мы проводили в Ассоциации корпоративных юристов буквально несколько дней назад, нам сказали, есть, например, дрова или там песок. Ну, может быть, да? И то они как-то упаковываются, и там какой-нибудь товарный знак все равно будет стоять, наверное. Но 99% товаров – это товары, которые произведены с использованием исключительных прав, результатов интеллектуальной деятельности. И само наличие исключительных прав не должно давать никаких преференций и каких-то преимуществ. Если речь идет о антимонопольном регулировании, то такие изъятия будут необоснованы, это будет неравный подход. У нас, кстати, наших правообладателей в России не так много, это большинство иностранных компаний. Зачем мы будем предоставлять им преференции в нашей системе правового регулирования. Это будет неправильно. Поэтому вот эту дискуссию выводят именно в эту плоскость. И наша с вами задача, в общем-то, этого не допустить и четко дать понять, что вопросы товарного обращения и вопросы реализации исключительных прав – разные понятия. Они регулируются разным законодательством. Это первая проблема, на которой, практически, на которой хотел я остановиться. Вторая проблема. 25 февраля этого года вышло постановление Конституционного суда по признанию неконституционным отдельных положений Кодекса административных правонарушений в части минимального размера административных санкций для отдельных составов административных правонарушений. На самом деле, вся история длится достаточно давно. И началась она как раз с антимонопольного регулирования. Статья 19.8, часть 5, непредставление информации антимонопольному органу Маслянским хлебоприемным пунктам, за что он был острофован на 300 тысяч рублей, повлекло признание этой нормы неконституционной. Постановление Конституционного суда мы выполнили, изменили санкцию, ввели большую дифференциацию санкции. Если она начиналась с 300 до 500 тысяч, теперь она начинается с 50 до 500, тем самым позволяя учесть имущественное положение юридических лиц. Тем не менее, Конституционный суд очевидно, и в отчете это прозвучало по реализации постановлений, он не доволен именно способом исполнения этого постановления, в том смысле, что претензия-то на самом деле ко всему кодексу. И в этом отношении статья, которая попала, антимонопольная, она является одной из большого количества санкций, которые там предусмотрены. И, как говорит Конституционный суд в постановлении 4П 2014 года, многие санкции, которые превышают 100 тысяч рублей для юридических лиц, они не позволяют учесть характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные, имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства. На самом деле, вот эта претензия, как мне кажется, она сводится именно к самой формулировке санкций в законодательстве, но не к существующей в системе ее применения. И в этом отношении тот выход, который сейчас предложен, а это назначение санкции судами ниже низшего предела, он, в общем-то, является для антимонопольных правонарушений достаточно опасным. Объясню почему. Дело в том, что когда речь идет о размере административной санкции, действительно нужно правильно оценить степень общественной опасности совершенного правонарушения. И многие правонарушения, которые имеют существенные санкции, очевидно, при таком близком рассмотрении, являются, в общем-то, чрезмерными из-за того, что законодатель, возможно, эту санкцию завысил. И последствия вот такого завышения, это, в общем-то, вот три постановления Конституционного суда по этому поводу, которые мы в итоге и получили. И если речь идет о снижении санкций ниже низшего, мы оказываемся в ситуации, когда вопрос о наказании становится неопределенным, законодательно неопределенным. Когда мы получили оборотные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, мы говорили о том, что это, конечно, прогресс, мы вышли на уровень, который соответствует мировым стандартам, и штрафы стали исчисляться миллионовыми, а иногда миллиардами рублей. И в ситуации, когда появляется постановление Конституционного суда, которое говорит о том, что если санкция свыше 100 тысяч рублей, а все оборотные штрафы, они от 100 тысяч рублей и выше, потому что минимальный штраф там 100 тысяч рублей, то в этой ситуации становится неопределенным один вопрос, а можно ли снижать оборотный штраф в такой ситуации. И нам представляется, что нет по причине какой. Вот оборотный штраф, он в полной мере учитывает имущественное состояние компании, которая применяет соответственность. То есть штраф, например, компанию с оборотом в миллион рублей, он будет минимальный, то есть где-то минимум 100 тысяч рублей. А штраф для компании, у которой триллион рублей, может составлять несколько миллиардов. Но ощутимость этого штрафа будет абсолютно одинаковой. И та, и другая компания этот штраф, в общем-то, получит. Вот мы сейчас получили информацию, что Европейский суд, например, поддержал санкции Еврокомиссии, которые были предъявлены к ряду компаний, за непредставление информации. В Европе штрафуют за непредставление антимонопольному органу информации в размере 1% от годовой выручки. Не от рынка какого-то, а от всей выручки. И мы там видим, Европейский суд подтвердил одной из компаний штраф миллиард евро. Миллиард евро за непредставление информации, потому что именно так, в общем-то, расценивают степень общественной опасности для этого. Теперь, если применять постановление Конституционного суда к антимонопольным вопросам, штраф, например, который накладывается антимонопольным органам, составляет в некоторых случаях миллиарды рублей. Вот сейчас штраф, который обжалуется компанией РЖД, составляет 2,2 миллиарда рублей. Но он составляет минимальный размер, 0,03% от выручки этой компании по грузовым перевозкам. То есть это 0,03% от всей выручки, которая составляет, по-моему, больше триллиона в сумме. И воспользоваться возможностью снижения этого штрафа в неопределенных условиях будет очень-очень опасно, потому что никаких ориентиров в законодательстве нет. И вот эта проблема, которая на сегодняшний день, она требует кардинальное изменение подходов к самому Кодексу административных правонарушениях. Почему я говорю это в рамках конференции применительно конкурентному праву? Потому что система антимонопольного регулирования на 90% завязана от эффективности административных санкций. Если они перестанут работать, если там появится неопределенность, то система антимонопольного регулирования может быть разрушена в этой ситуации. И такие основания сейчас появляются, они требуют адекватного правового ответа. Для оборотных штрафов этот принцип не может быть привнен, потому что он уже исходит из оценки имущественного положения компании. Но нам нужно тогда дать адекватный ответ в совершенствовании административного регулирования в этой сфере. И это то направление, которым придется в ближайшее время очень серьезно заняться. Причем Конституционный суд показал пути решения, он еще раз напомнил о них. Это и дифференциация более широкой санкции, это использование альтернативной, более мягкой санкции, когда есть штраф, например, предупреждение. Это и введение дифференциации штрафов для разных видов юридических лиц, например, коммерческие и некоммерческие организации, субъекты малого предпринимательства, тоже возможно. И в качестве четвертого способа это способ назначения наказаний. Вот здесь самое опасное, потому что способом назначения наказаний, в том числе, является и назначение штрафа ниже низшего. А когда это неопределенно от нуля, то это, конечно, очень серьезный коррупционный риск. Завершая свое выступление, хотел бы поднять еще одну тему, о ней будут говорить. Очень серьезно для развития антимонопольной политики могло бы сыграть введение системы коллективных исков. Мы сейчас эту тему очень серьезно обсуждаем. Почему? Потому что основным сейчас субъектом, который в этой сфере, так скажем, наиболее активен, является антимонопольный орган. Но антимонопольные органы, они все-таки у нас не безграничны. Во-первых, у нас всего 85 теперь уже, потому что два новых у нас появилось антимонопольных органов в Крыму и в Севастополе. Но, тем не менее, это столица наших субъектов федерации. А люди живут и предприниматели работают зачастую за 5000 километров вот такой столицы. И туда антимонопольный орган не всегда может прийти. Но как защищать себя? Только через систему нормальных эффективных механизмов гражданской правовой защиты, через возможность предъявлять соответствующие иски. И здесь мы видим, в общем-то, тоже в определенном смысле решение проблемы, когда система коллективных исков будет внедряться. Но сама по себе, как процессуальная составляющая, она, конечно, проблему не решит. Почему? Потому что самая главная проблема – это невозможность определить размер ущерба. И как только мы решим вопрос о размере ущерба, как определять этот размер ущерба, тогда мы в этом отношении продвинемся. Мы обсуждаем несколько тем по этому поводу, и отдельные из них могут быть связаны с тем, чтобы судам дать возможность какого-то выбора. Или сторонам, которые участвуют, дать возможность выбора. Например, это может быть в процентном отношении от объема товара, проданного с нарушением антимонопольного законодательства. Это могут быть какие-то, например, от 1 до 15, или от 0,5 до 5. Этот вопрос обсуждать нужно. Тогда это будет ориентир, который счетный. Потому что суды, всегда оценивая те или иные правонарушения, находятся в ситуации невозможности четко определить размер этого ущерба. В связи с этим большинство отказов и происходит. Как только появляется счетная величина, это сразу же позволит такие иски предъявлять. Альтернативой могут быть также какие-то фиксированные суммы. То есть, если вы доказали факт правонарушения, то компенсация может быть не менее, например, 5 миллионов рублей, или 3 миллионов, или 2 миллионов. Но от чего-то нужно отталкиваться. Как только вопросы с определением размера ущерба будут решены, то сразу же, опять-таки, потребуются юристы, которые будут представлять интересы компании для защиты своих интересов. И появятся процессуальные способы защиты этих интересов. И в этом отношении сразу же будет внимательное, более серьезное внимание компаний монополистов или участвующих в соглашении к тому, как себя вести. Потому что в некоторых случаях гражданские иски могут быть опаснее, чем антимонопольные санкции, существующие. И когда есть такая угроза дополнительно гражданской правовой ответственности, то, в общем-то, это дополнительный фактор бережного, внимательного отношения к соблюдению антимонопольного законодательства. Спасибо.